Здравствуйте, меня зовут Юлия Хадарцева, и мы продолжаем серию разбора сериала «Секса в большом городе». Если вы не видели предыдущий ролик, я там говорила про Кэрри и про ее историю психологической травмы, почему она повторяет те или иные сценарии, сегодня хочется поговорить про Шарлотту. Это наш второй выпуск, приятного просмотра. Итак, обсудим героиню сериала «Секс в большом городе» Шарлотту с точки зрения расстановочного и психологического процесса. Вот вопрос сразу, прям в лоб. Шарлотта кажется самой благополучной из героинь сериала, и есть ощущение, что у нее все прекрасно было в семье, и что она всегда стремилась к здоровым, счастливым отношениям. Так ли это с твоей точки зрения? Ну смотри, вот если посмотреть со стороны, действительно Шарлотта тот герой сериала, который имеет здоровую гармоничную семью, я вот это, знаешь, я называю в терапии майонезную семью. Вот если будут снимать рекламу майонеза «Мечта жены», то как раз-таки Шарлотта пойдет «Здравствуйте, у меня идеальный муж, у меня идеальный дом, у меня идеальные дети» и прочее. Но вот по такой идеальной картинке, как правило, скрывается очень много разных историй. Если мы посмотрим на сериал, вспомню, то у нее проблемы с кишечником, потому что она там ест какие-то йогурты, то она не выдерживает Саманту, которая обсуждает там какие-то сексуальные истории, да, то она не выдерживает разговоры с подругами, потому что там где-то жестко. Потом где-то, помнишь, она не могла раздеться в общественных разделах. Да, то она где-то не может раздеться. И вот здесь важно понимать, что Шарлотта такой архетип, который напоминает нам, знаешь, такую хорошую, идеальную девочку. Отличница. Да, отличница. У меня идеальный муж, у меня идеальная фигура, у меня идеальное питание, у меня идеальные дети. Но по сути, вот если мы посмотрим там немножко поглубже, она не могла долго забеременеть. У нее, у ее первого мужа была, извините, импотенция. Да, у нее вообще вопрос там с сексом, и я бы вот прям усомнилась в умении испытывать оргазм, да, у Шарлотты. Поэтому все-таки, да, это такая часть женского архетипа, которая имеет идеальную картинку, но по сути, под этой идеальной картинке нет, знаешь, вот настоящей вкусной жизни. Поэтому, да, мы как будто к этому всему стремимся, но здесь важно смотреть, что под этим. Потому что если женщина долго не может забеременеть, и ей приходится там детей усыновлять, скорее всего, есть проблемы по женской части. А если есть проблемы по женской части, есть большая подавленная женская структура. Если мы вспомним сериал, она была достаточно религиозной. Она же сменила веру, чтобы она это сделала. Она там меняла веру, да. Ну, то есть все равно она там религиозная история. Когда у нас перегруженная религиозная история, у нас как бы секса нет. Ну, по сути, секса нет. И поэтому Шарлотта тот самый герой, который может для нас быть хорошим архетипом, как создать красивую семью, но я бы не стала на 100% этот архетип брать себе. Потому что все-таки там по ночам ты не получаешь оргазм, ты не имеешь своих собственных детей, ты понимаешь, что твой муж там не может, хочется сказать так, адекватно проявлять свой тестостерон. Да, и вот показательная история на людей, она не всегда про внутреннее счастье. И Шарлотта как раз-таки тот самый архетип женщин, который делает все для социума. Больше Ева и не хватает ли лид, да? Да, ну там прям конкретная Ева, которая хочет быть приятной, принятой родителями. Скорее всего, у нее была образцово-показательная семья в детстве, пятерки в дневнике. И я это делаю не для себя, я это делаю для других. А когда я что-то делаю для других, я глубинно, очень глубоко такая, знаешь, прям несчастна. И вот по сериалу, даже если мы смотрим, физические проблемы с физическим здоровьем больше всего были у Шарлотты. Ну да, то муж там, то у нее что-то там со здоровьем. Но вот прям история с быть идеальной для других, вот знаешь, когда я говорю «да» другим и «нет» себе. Вот это вот такая прям важная часть. Да, мы можем смотреть на эту идеальную семью, но самое главное, чтобы мы там не предавали себя. А вот в погоне за красивой картинкой, когда она выходит замуж за Трея, за этого врача, за красавца, и все там оказывается за фасадом не очень. Есть ли в этом какой-то урок? Ну то есть с красавчиком она не находит счастья, а с таким непрезентабельным Гарри она в итоге обретает? Ну знаешь, здесь такая еще одна психологическая история. Мужчина, который имеет проблемы с потенцией, ну такая внутренняя неудовлетворенность мужчины, да, там, она, как правило, всегда выносится за пределы внешнего вида. То есть, ну вот, не буду говорить в 100% случаев, но чаще всего все вот эти красавчики на крутых больших машинах, которые делают компенсаторику за счет яркости, известности, там, как правило, может быть точно такая же история, где дома в постели может быть недополучено, недосделано. Это тоже такая прям вот важная архетипичная часть вот именно этого архетипа. То есть, по сути, это такое проявление ее же части, да, где у меня очень все красиво, а за фасадом комары. Мы вот говорили про здоровые отношения, в случае с Кэри мы говорили про то, что надо смотреть, например, здоровых семей и так далее и тому подобное. Есть же, Шарлотта как раз показывает, демонстрирует собой вот тот перегиб, когда вот эта семья с рекламой майонеза, йогурта, потом очень много в запрещенной соцсети фотографий, где вот эти вот счастливая жизнь, счастливая семья, там, красивые, ну в общем, вот это все. И люди в погоне за этим, вот будут, хотят быть этими отличницами, хорошими мамами, хорошими женами. В итоге гремят к психотерапевту, если не к психиатру. Вот где проходит та грань между счастливой женой и матерью и той, кто пишет гневные комментарии под фото звезды словом? Знаешь, это вот избитое слово любить себя и слышать себя истинную. Если мы начнем слышать себя истину, мы действительно хотим здоровые гармоничные отношения. Но если эти здоровые гармоничные отношения перерастают в жертвование собой ради того, чтобы удовлетворить социум, там есть доля предательства себя. Поэтому я бы вот здесь все-таки убирала родовые кармические программы и действительно выбирала сердцем. Это очень сложно. К сожалению, сейчас так складывается, что мы чаще всего партнера выбираем по успеху, по одежде, по красоте. Но если мы научимся, я в прошлой серии, в прошлом нашем выпуске говорила то же самое, выбирать партнера до конца мы можем его взять по сути любым. Потому что жизнь, она очень долгая. И в течение жизни человек может быть и супер богатым, и супер неуспешным. Он может быть и супер красавцем, и супер некрасавцем. Но если ты глубинно принимаешь и признаешь, что ты выбираешь этого партнера, навсегда вы вместе будете двигаться. И даже если с сексом что-то не так, вы садитесь, обсуждаете и двигаетесь вместе. И даже если с физической формой что-то не так, вы садитесь, обсуждаете и вместе идете в спортзал. И даже если с деньгами что-то не так, вы садитесь, обсуждаете и двигаетесь вместе. Потому что получить идеальную картинку, а потом получить ее неидеальную и закончить отношения, Это скорее неправильно И вот, да, действительно, Шарлотта в этом сериале Скорее ближе всего К состоянию Такой, знаешь, идеальной картинки Но опять же Смотри, сериал «Секс в большом городе» Он же действительно показывает Разные наши ипостаси И здесь, конечно, в идеале надо их всех объединить В блендер, смешать И получится та самая идеальная часть И вот эта серия наших выпусков с тобой Это как раз таки про то, где вы сможете Взять силу каждой из женщин А травмированные сценарии Оставить в прошлом Отдать их маме Отдать их этому же самому сериалу Отдать их родовую систему Кармическую систему И проживать свою самую счастливую и лучшую жизнь Ну и если вам понравился этот выпуск Обязательно на меня подписывайтесь Смотрите остальные ролики Про героин сериала «Секс в большом городе» И 28 сентября я вас всех жду На своем расстановочном шоу в Крокусе До новых! До встречи!